Здравствуйте! От выпуска к выпуску деловые новости собирают мнение экспертов. Представленная информация, возможно, станет полезной именно для вас. Сфера экономики – неотъемлемая часть мира. И несмотря на непростые условия этого года, отрасль развивается. Предприниматели не сдаются. Есть хорошие результаты. Гидроэнергетика становится ведущей отраслью промышленности Карачаева-Черкесии, сказал глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов на ежегодном доклад-послании. Такое утверждение дано благодаря инвестиционным проектам, осуществляемые компанией «Русы Гидро» на территории республики. Они способствуют заметному росту экономики в сфере энергетики. Еще глава региона отметил, что несмотря на сложный период в стране и беспрецедентные санкции, наши предприниматели используют собственные возможности для наращивания конкурентноспособного внутреннего регионального продукта. Благодаря мерам и решениям, принятым на федеральном и региональном уровне, нам удалось максимально нивелировать негативные последствия экономических санкций, а по многим направлениям показать устойчивый рост. Так, благодаря совместной работе, по итогам 2022 года, индекс промышленного производства вырос на 5,6%. Объем инвестиций в основной капитал составил 34 миллиарда рублей, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. При этом, по сравнению с 2020 годом, темпы роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, вырос почти вдвое на 193%. Более чем наполовину увеличено в 2022 году инвестиционная составляющая регионального бюджета. Завершены 5 инвестиционных проектов общей стоимостью 22 миллиарда рублей. В Северо-Кавказской государственной академии прошел круглый стол на тему интенсивное развитие яичного и мясного птицеводства Российской Федерации. На встречу участники мероприятия обсудили вопросы касаемо развития данной отрасли, сельского хозяйства и пути их решения. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Данная отрасль имеет все перспективы развития в нашей стране. И особенно важно проводить данный круглый стол в стенах Северо-Кавказской государственной академии, где функционирует аграрный институт. Так как сегодня необходимо, чтобы молодые специалисты понимали, как обстоит ситуация в сфере яичного и мясного птицеводства. Система яичного и птицеводческого производства выстроена в нашей стране. Россия абсолютно независимая на сегодняшний день от внешних источников, я имею в виду внешних субъектов международного права. То есть Россия сегодня абсолютно потенциальная в этих вопросах. В свою очередь о важности данного круглого стола отметил и модератор мероприятия профессор аграрного института СКГА Дагир Смаккуев. Он зачитал приветственный адрес Совета Федерации участникам собрания и отметил, что несмотря на новые вызовы сельское хозяйство в стране продолжает интенсивно развиваться. Несмотря на внешние вызовы, беспредельное санкционное давление, последствия пандемии, неблагоприятные погодные условия, российские аграрии добились впечатляющих результатов по производству зерна, мяса, прежде всего мяса птицы и свинины, растительных масел и сахара. Ваш круглый стол стал центром притяжения в Северо-Кавказском федеральном округе для ученых, научно-исследовательских и учебных заведений страны, руководителей и специалистов крупных агрохолдингов и птицефабрик. Специальный гость круглого стола, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Российской академии наук, профессор Владимир Фисинин выступил с докладом «Мировое российское птицеводство. Реалии и вызовы будущего». Он затронул многие вопросы данной отрасли сельского хозяйства и выделил методы для решения проблем в сфере яичного и мясного птицеводства. Важно посмотреть не просто, как Россия развивается, а что делается в мире, как мы корреспондируемся с мировыми тенденциями и куда мы уйдем. Я вам представлю уникальные данные, рассчитанные многими умами Европы о том, что нас ждет в области животноводства в 2050 году по крупному рогатому скоту, свиноводству, овцеводству, птице и так далее. В свою очередь с докладом на тему состояния и перспективы развития отрасли птицеводства в Карачаево-Черкесии выступил министр сельского хозяйства республики Анзор Баташев. Он рассказал о позитивных сдвигах в отрасли птицеводства и затронул актуальные вопросы развития. Производство мяса птицы в 2022 году составило 17,8 тонн в живом весе. Природ по отношению к 2021 году составил 0,4%, из них 14,1 тысяч тонн в сельхозорганизациях. Производство мяса в 2022 году, хозяйство которое составило 86,6 миллионов штук, природ составил 101,3% относительно 2021 года. Также с другими докладами выступили представители управления ветеринарией республики и сотрудники аграрного института. 23 июня состоялся всероссийский этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Вакансии предложили ряд компаний, в их числе «Черкеск Стром». На сегодняшний день это крупный производственный комплекс сухих строительных смесей «Литокс». В компании дают возможность быстрого профессионального роста. В этом я убедилась. Сейчас мы будем делать расплыв, то есть узнавать нормальную густоту гипса, подбирать воду. Каждый час мы это делаем. Гарант стабильного, высокого качества и экологичности производимых строительно-оденочных материалов достигают путем высокотехнологичного оборудования. Для этого компания «Черкеск Стром» проводит постоянную модернизацию производства, имея собственные ресурсы для добычи сырья. Ну а самое главное на предприятии – сотрудники. Каждый знает принцип построения производственных цехов, участков, рабочих мест, требования к организации работы. Выполняя ее качественно, можно реализовать себя в профессии. Юрий Нартоков работает на заводе с 2011 года. Сейчас он бригадир. Начинал с должности электрика. Пришел, когда еще был просто керамзитный завод. После этого стали строить и гипсовый завод, и заводы сухих смесей. С тех пор расширяемся. Условия труда нормальные, работать можно. И зарплата, скажем так, не совсем маленькая у нас, вполне достойная. Поиск достойной работы – один из актуальных вопросов, беспокоящих молодое поколение. Юноши и девушки желают применять полученные в учебных заведениях знания на практике. Ренат Шаков тоже стремился к этому. Сразу после окончания вуза пришел работать в компанию. Это было 15 лет назад. Сейчас он технический директор. Надо сказать, что на производство попал не случайно. Здесь трудится его отец в должности инженера-наладчика. Ренат в начале трудовой деятельности работал электриком. Затем перевели на должность мастера. Потом стал главным энергетиком. Четыре года отработал. В принципе, мне нравилось. Но сейчас, в данный момент, уже повыше стал. Думаю, что здесь, в данной компании, у нас все есть возможности для карьерного роста. Грамотный подход к организации трудового процесса позволяет вести бизнес успешно. На сегодняшний день компания может предложить 15 вакансий. Еще на ярмарке трудоустройства работа России «Время возможностей» представила вакансии компания «Промхим» база строительных материалов «Стройдвор». Какие специалисты требуются и какие условия работы смотрите в следующем репортаже. Вот эти обои лучше, конечно, подают в коридорчик. Коридор и кухня. Так как здесь такая немножечко фактурная штукатурка, она будет очень хорошо уместна именно в трехожей. В компании «Стройдвор» Елена Пироженко работает с 2011 года. Любит общаться с покупателями, стараясь предложить выгодную покупку, основываясь на предпочтениях клиента. А все для того, чтобы он остался довольным. Начинала Лена свою трудовую деятельность кладовщиком на складе. А уже через полгода заметили – перевели на другую должность. Сейчас работает старшим менеджером. Я в этих отделах уже тут везде поработала, как говорится. Все тут уже издала, поэтому меня устраивает, мне нравится. Наша фирма здесь не работает. Почему бы? Зарплата стабильная, работа есть. Руководство адекватное, доброе, поэтому это уже немаловажно для нас. Довольна своей работой и Людмила Филоненко. Она кладовщик, следит за порядком, отвечая за сохранность продукции компании, контролируя ход выполнения работ. Знает весь ассортимент товара. Трудится на складе 12 лет. С 2011 года я работаю в стройдворе. Работой я очень довольна. Сложности у нас никакой. Все достаточно легко. Коллектив очень хороший, поэтому друг другу всегда мы все помогаем. Зарплату не задерживает самое основное. Все у нас вовремя. Компания «Промхим» в народе известна больше как «Стройдвор». Здесь масштабные торговые площади. В них представлен большой ассортимент качественной продукции для строительства и ремонта. От фундамента до кровли. А главное условие в работе – признание и благодарность клиентов. Чтобы это условие соблюдалось, необходимы специалисты, которые работают ответственно. Подбирают персонал в кадровом отделе и рассматривают их в долгосрочной перспективе. «Стройдвор» – это широко известная компания у нас по республике. Мы существуем более 20 лет. Мы даем рабочие места более 400 сотрудников на территории Карачаева-Черкесии. В процессе работы персонал обучают, развивают, оценивают и мотивируют. На сегодняшний день мы предоставляем такие рабочие места, как кассир, бухгалтер, грузчик, комплектовщик, кладовщик и водитель погрузчика. Все вакансии предоставлены на ярмарке вакансий. Мы с удовольствием трудоустроим молодежь нашей республики. Можно даже без опыта работы. То есть прямо с учебной скамьи мы можем трудоустроить сотрудников. Также они получат профессию и начнут зарабатывать уже сегодня. Приходите, мы вас ждем. В Карачаево-Черкесии отметили День работников текстильной и легкой промышленности. Торжественное мероприятие прошло в Центре молодежного инновационного творчества. Подробности расскажет Артур Мхце. Каждый пятый товар, реализуемый в Карачаево-Черкесии, произведен промышленными предприятиями. Такая статистика была проведена руководителем республиканского Минпромторга Муратом Гаповым во время торжества в честь людей, которые трудятся в отрасли, где создаются предметы массового употребления из различных видов сырья. Нынешний клиент не читает тем, кто в прошлом пользовался продукцией легкой и текстильной промышленности. Сейчас люди более требовательно относятся к тому, что приобретают. Огромное значение имеют как качество, так и внешний вид изделий. Промышленники вносят самый большой вклад в развитие экономики нашей республики. И если мы возьмем эту отрасль, то каждый 14-й человек из трудоспособного населения в нашем регионе тоже относится к промышленному производству. И это все, я говорю сейчас о официальной статистике. Вы все прекрасно знаете, что на одного человека официального, там у нас несколько, которые действительно помогают и вносят огромнейший вклад. И наша с вами задача – это как-то все привести чуть более цивилизованное, наверное, русло развития. Государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать предприятия, в том числе легкой промышленности. Но их деятельность должна быть задокументирована. Помогать развиваться тем, кто находится, так сказать, в серой зоне, никто не будет. Впрочем, о моделях поддержки производителей и предпринимателей так осведомлены. Поэтому в торжественный день речь больше шла о тех, кто уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. Парламентом Карачаево-Черкесии депутатами-единороссами был отмечен труд представителей бизнес-сообщества, примеру которых могли бы последовать и другие. А также образовательных учреждений, воспитанники которых, не исключено, пригодятся для решения на предприятиях самых смелых проектов. Наша компания работает с 2012 года. Уже более 10 лет на рынке текстиля, вязаного трикотажа. Также запустили второе производство в 2019 году. Сейчас обеспечиваем выпуск порядка 50 тысяч головных уборов в месяц, плюс одежда такая, как футболки, костюмы, худи, лавзливы. Участники мероприятия получили ценные подарки от Народного собрания Республики и регионального Минпромторга. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова